С 1 по 7 ноября в Магнитогорске дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не регистрировалось. Однако это было лишь затеющим перед бурей. Уже ранним утром 8 числа женщина, управляя автомобилем Fiat Albea, на улице Зеленцова попала в серьезное ДТП. В процессе движения в условиях гололеда не справилась с управлением, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершила лобовое столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Fiat получил тяжелейшие травмы, было госпитализировано в отделении нейрореанимации. Водитель автомобиля Lada Largus получил незначительные травмы, назначено амбулаторное лечение. Вызывает серьезные опасения и ситуация с наездами на пешеходов. 9 ноября днем водитель УАЗа, двигаясь по улице Советской и со стороны Московской в сторону Зеленого рынка, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина был госпитализирован в 2-м отделении 3-й горбольницы. А двумя днями ранее, вечером на улице Суворова под колесами ВАЗа 2114 оказалась женщина 1973 года рождения. Обстоятельства этого ДТП еще предстоит выяснить. Пока, согласно предварительным данным, она переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. В результате наезда женщина 1973 года рождения получила тяжелейшие травмы, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, была госпитализирована в отделении нейрохирургии. Состояние ее стабильно тяжелое. Как это ни печально, но часто пострадавшими в ДТП оказываются дети. 10 ноября утром в 7.55 в районе дома 70 по улице Советской мальчик 2008 года рождения перебегал дорогу в неположенном для этого месте и в результате оказался под колесами Деонексии. В связи с этим дорожные полицейские напоминают, что детям до 10 лет нужно переходить дорогу в сопровождении взрослых. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.